Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня у нас комнатные растения, которые цветут на Новый год и Рождество. Новогодняя ель – самое знаковое вечно зеленое дерево на новогодние и рождественские праздники. Но есть еще и другие растения, которые бросают вызов холодам, сумрачному зимнему дню и радуют нас своими цветами и чудесным запахом. Эти растения могут, при правильном уходе, цвести весь декабрь и январь в наших квартирах или зимних садах и оранжереях. Мы можем развести эти цветы у себя дома и это будет отличным способом украсить его на зимние праздники. Давайте мы с вами познакомимся с самыми популярными и яркими комнатными растениями, которые цветут на Новый год и Рождество. Фонсетия. Пожалуй, самое яркое зимнее растение. В дикой природе она вырастает до 1, даже 3 метров высотой. Ярко-красные предцветники, которые многие ошибочно считают цветами, встречаются чаще всего. Но бывают и других цветов – белые, розовые и даже бледно-зеленые. Ее цветы столь красивы, что ими, а вернее искусственной их имитацией, украшают рождественские деревья в европейских странах. Настоящие цветы у пуансетии находятся в самой серединке розетки предцветника и имеют желтый цвет. Если вы хотите купить пуансетию накануне праздника, проследите, чтобы цветки были ярко-желтого цвета. Это будет означать, что цветок расцвел недавно и будет цвести еще до конца зимы. Лучше всего пуансетия чувствует себя под прямыми солнечными лучами и при повышенной влажности. Поэтому, когда вы принесете ее домой, то хорошенько искупайте свой цветок, а потом, давать и стечь, перенесите на окно. Аморилис. Луколицы, которые продают как аморилис, на самом деле просто разновидность гипиаструма, но специально переименованные, потому что этот цветок считается истинно рождественским. Основная расцветка аморилиса белая, с ярко-малиновыми прожилками. Но встречаются и другие расцветки, розовые и фиолетовые. Аморилис любит тесноту, поэтому, когда будете выхаживать луковицу, примерно за месяц-полтора до нового года, то выбирайте небольшой горшок, а саму луковицу оставьте на 1 третью на поверхности. Посадите слишком глубоко, замедлите рост цветка. Поставьте горшок на южное окно и следите, чтобы почва всегда была влажной. Но не заливайте сильно и не лейте прямо на луковицу, иначе она сгниет. Если вы будете делать все правильно, то на Новый год и Рождество аморилис порадует вас своим ярким и красивым цветком. Искусственные цветы аморилиса, как часть праздничного венка, красиво смотрятся в новогоднем украшении камина. Рождественский кактус – это мексиканское растение, поистине заслуживает почетного места в доме. Его можно ставить в самый центр праздничного новогоднего стола. Он будет великолепно смотреться со своими яркими цветами. За этим растением легко ухаживать. Оно любит хорошо освещенные восточные окна и среднюю температуру воздуха – 16-20 градусов. Вода наливается не в горшок, а в блюдце, на котором он стоит, и экономно выпивается растением в течение недели. Горшок для кактуса выбирайте небольшой. Осенью, когда цветочные почки набухают, освещение необходимо увеличить. Удобряйте кактус каждые 2 недели жидким удобрением. Чтобы цветочные почки не опали, следите за влажностью почвы и за температурой воздуха. В комнате не должно быть слишком жарко. Цикламен. Цикламен, он же альпийская фиалка. Цветок, который цветет, наверное, дольше всех остальных – до 8 месяцев. Этот цикламен встречается в дикой природе по всей Европе и Средиземноморью и имеет душистые соцветия самых разнообразных цветов. Цикламен по праву считается новогодним и рождественским цветком, так как цветет он только в холодное время года, а летом, наоборот, находится в сонном состоянии. Но растение очень капризно, если дело касается температуры и хорошо себя чувствует при температуре 15 градусов. Берегите растение от сквозняков. Летом его можно практически не поливать, но как только подойдет период цветения, необходимо следить за влажностью почвы. Однако не заливайте воду сверху, чтобы корни не подгнили, а наливайте в блюдце под горшком и подливайте по мере впитывания. Морозный папоротник, он же Селагенелла. Новичок в этой замечательной коллекции цветущих зимой цветов. Этот милый малыш имеет интересную расцветку листьев. По краям они белые, словно покрытые инеем. Этот цветок, хоть он и не цветет, очень красиво смотрится рядом с другими ярко цветущими растениями. Например, с такими, как азалия или камелия. И такими классическими рождественными ярко-ягодными растениями, как рождественская ягода. Какое бы из этих прекрасных комнатных растений Вы не выбрали, оно будет прекрасным дополнением к традиционной новогодней елке в Вашем доме. Вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение, возможно, в комментариях. А с Вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если Вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь. И Вы всегда и все будете знать о своих любимых растениях. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok